В Сочи местом проведения фестиваля корейцы выбрали не случайно. Этот год считается перекрестным годом дружбы России и КНДР. Для городских тэквондистов приезд мастеров стал большим событием. Ребята впервые увидели такого уровня спарринги. Выступления демонстрационной команды смотрели и воспитанники детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 5. Сегодня здесь 400 юных тэквондистов. Повышать уровень мастерства и технику самообороны они будут все летние каникулы. Сейчас же здесь проходят учебно-тренировочные сборы. Здесь основная цель первого – это подготовка спортивного высокого класса, подготовка спортивного разрядника, судей по спорту, инструкторов, общинственников. Конечно, для решения этих задач, вот эти сборы – это повышение спортивного мастерства, спортивного. Ну и пропаганда здорового образа жизни. Наверное, главное – это здоровье. Показательные выступления мастеров и обладателей черных поясов для ребят пятой спортивной школы стали и примером, и стимулом. Я всегда хотела заняться восточными единоборствами. Люблю, где махают ногами, руками. И люблю, когда ломают доски, смотреть на показатели. Хочу добиться таких же успехов и подражать им. Большой труд и главное – тренировки, тренироваться чаще, не пропускать их. Тренер сочинских ребят, вице-президент городской и краевой федерации отмечает высокий уровень подготовки местных токмандистов. На прошедшем в Самаре чемпионате России чемпионами и призерами стали 17 членов сборной Краснодарского края. Отличились и сочинцы, которых в конце года ждет сразу несколько крупных соревнований, в том числе и 11-й международный турнир Кубок Черноморского побережья. Корейцев же попросили вернуться. Такие мастер-классы уверены тренеры и являются толчком к занятию спортом в целом. В пятой спортшколе Олимпийского резерва еще сотни детей занимаются греко-римской борьбой и настольным теннисом.